Девушки отдыхают Я не хотел делать разбор этого ролика, но после просмотренного я был уверен, что некоторые события в нем могут вызвать множество вопросов. Поэтому сегодня я детально разложу вам все, что произошло в рамках этого прекрасного мини-мьюзикла, а также поделюсь своими мыслями и эмоциями. Начинаю сразу после рекламы. FunPay.ru – первая вронати биржа золота World of Warcraft. Более трех тысяч предложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Кстати, на FunPay торгуют не только золотом, но и прокачкой, прохождением рейдов и подземелья, то есть всевозможной добычей лута и многим другим. Зачем? 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 Наследие салавей Ты бросила берега Скажи... Давайте так. Если вы еще не смотрели тот ролик, то сначала посмотрите его, а потом уже возвращайтесь сюда, так как я сразу начну свой рассказ. Что же мы видим с самого начала? Разрушенный терамор, сабли. Все видите своими глазами, тут нечего рассказывать. Но отдельно меня заинтересовал тот самый меч, с которого Джайна сняла медальон. Определенно, это меч адмирала Дейлина Праудмора, хоть он и изображен на статуе с абордажной саблей. Все эти клинки, то, что осталось от террасцев, погибших в ожесточенной битве против Новой Орды во время Третьей Войны. Что же дальше? Джайна неторопливо проходит по пирсу к шлюпке, возле которой ее уже ожидает загадочный незнакомец в плаще, которому она отдает тот самый медальон. И вот тут самое интересное. Я сразу все разъясню. Этот незнакомец и есть материальный дух адмирала, покойного отца Джайны. В конце ролика, после долгого молчания и слова «отец», произнесенного Джайной, все внимание заостряется на его фигуре. И когда он, наконец, показывает лицо, нам ясно видны усы, что носил Дейлин при жизни. Поскольку он уже ждал ее на пирсе, значит, я смело могу сказать, что он первый явился к ней и предложил отомстить ордынцам за все. И указал на медальон, что, видимо, имеет какое-то значение. А дальше сплошная драма. Он везет Джайну по курсу разбитых кораблей и покойных моряков в сопровождении обеспокоенных призраков. Либо просто нет другого пути к назначенной цели, либо он специально таким способом давит на Джайну. Заставляет ее задуматься над прошлым и взглянуть на тех, кто отдал свои жизни ради ее спасения. Как тогда думали они. Чтобы она хорошо посмотрела на все то, что она загубила. И, наконец, они прибыли в место, где затонул флагман Адмирала. Кстати, в компании третьего Варкрафта мы не топили корабль. И не было никакого намека на это в сюжете. Да и вообще, почему он затоплен не возле Тарамора, а в открытом море далеко от берегов? Ладно, едем дальше. Джайна поднимает его со дна. И перед нами предстает огромный, мощный линкор Адмирала. На удивление в идеальном состоянии, что похоже на то, будто бы он специально аккуратно был затоплен самими террасцами. Ведь на нем никаких повреждений не имеется. Да и по логике вещей, за то время, что он находился под водой, он должен был покрыться дикой коррозией. А доски вообще сгнить до трухи. Но неважно. И когда она подняла корабль, мы видим эту трогательную сцену. Теперь я понимаю. Отец. Видимо, призрак убитого Адмирала не мог обрести покой. Он оставался в этом мире, не находя себе места. И вот, когда Джайна поняла всю правду, осознала свои ошибки, он явился ей и привел в это место. Кажется, теперь, когда он уверен, что его дочь отомстит за всех и завершит дело всей жизни отца до конца, теперь его тренный дух обрел покой. Магия не иначе наполнила паруса линкора и понесла его вперед. Вот вам и летучий голландец. Из всего ясно одно. Джайна настроена серьезно. В своей песне она говорит «Беги». В оригинале же «Бойся». Но итог один – это угроза. А значит, враги ее должны бояться. Ведь она решительно настроена мстить. Мне ролик очень понравился, ведь это морская тематика, по которой я тащусь всю свою жизнь. И партия Джайн, и мужской хор, поющий мотивом матросской корабельной песни. От себя же рекомендую вам посмотреть все же в оригинале и на французском языках. Так песня звучит лучше всего. Эх, побольше бы такого. Но я сомневаюсь, что таким образом будут выстроены следующие части ликов войны. Если я помог вам разобраться, то ставьте лайки, пишите комментарии. Расскажите мне о своих эмоциях при просмотре ролика и остальных догадках. Спасибо за просмотр. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова